всем привет на канале интересно рядом сегодня мы снимаем первое видео к новому разделу который будет называться города самарской области сегодня видео будет из города чапаевск и снимать и рассказывать историю будем о храме сергия радонежского главы от который является главным православным храмом города чапаевска сергей михайлович романов внук великого российского императора николая первого почетный член михайловской артиллерийской академии являлся куратором и покровителем строительства завода взрывчатых веществ в поселке его щенково это первоначальное название города чапаевска он также лично присутствовал на его освещение и открытие связи с этим завод получил имя сергиевского храм был освящен во имя небесного покровителя великого князя преподобного сергия радонежского 1911 году император повелел утвердить годовой праздник сергиевского завода на 25 сентября и в день повиновения православной церкви блаженной кончины преподобного сергия радонежского вот вы видите в аллее недалеко от парка вокруг храма размещается ряд информационных досок на которых собственно изложена история города и история самого храма сергия радонежского вот мы находимся у входа в парк перед храмом и я немного вам расскажу о самом сергии радонежском это святой величайший подвижник земли русской преобразователь монашества на руси он основал обитель вблизи города радонежа став игуменом в этой обители подавал всем личный пример сергий радонежский вел свои обители общин на житие впоследствии принятое за устав во многих русских монастырях игумен сергий обладал великим даром слова призывая князей к объединению он благословлял их на праведные бои за святую русь сергий радонежский был причислен к лику святых в 1452 году ну вот мы уже у самого храма еще конечно хотелось бы упомянуть в этом видео о том что среди инициаторов его строительство был градостроитель и градоустраиватель владимир порфирьевич и ващенко который руководил стройкой уже упомянутого завода в поселке строительство храма началось в 1916 году проект храма в 1915 году разработал известный самарский архитектор дмитрий александрович вернер скажу что он какое-то время был главным архитектором города самара первое богослужение здесь состоялось в 1918 году храм имеет необычную архитектурно-композиционную форму и богатую декоративно-пластическую обработку фасадов храм был построен в стиле модерн с элементами византийской архитектуры отмечу еще интересный факт что исследователи которые занимались изучением истории этого храма отмечали что он очень похож на храм марии магдалины в дармштадте в германии построенному в 1897 1907 годах по проекту бенуа и также церковь отдаленно напоминает и храм спаса на крови санкт-петербурге который строился в 1883 в 1907 годах и архитектор вернер вне сомнений был хорошо знаком с архитектуры этих двух построек и с их декором вот мы уже с обратной стороны храма в 1929 году богослужения здесь были закончены и храм был передан дому обороны военное ведомство лики святых к сожалению все были замазаны цементом мозаику сбили купола заменили амбразуры и зенитные пушки в подвале хранились снаряды вокруг здания были построены и оборонительные дзоты и проводились тут занятия военно-спортивных кружков в годы великой отечественной войны на крыше дежурили зенитчики которые были готовы отразить атаки немецкой авиации с 1952 года у здания началась вновь очередная история его отдали под дворец пионеров на месте мозаики появились пионерские статуи фигурки символика на шпили купола водрузили пятиконечные звезды все порталы здания украсили скульптурными композициями пионеров гарнистов барабанщиков и знаменосцев внутри здания также сделали перепланировку там стали проводить кружки по интересам детские но в сентябре 1990 года по решению городских властей здание церкви вновь передали верующим в апреле 91 года архиепископ самарский из изранский осветил храм честь преподобного сергия радонежского и 20 февраля 95 года указом президента российской федерации храм сергия радонежского на территории города чапаевска был внесен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения как памятник архитектуры напротив центрального в год входа в 2019 году был установлен памятник преподобному сергию радонежскому установлен он был по благовелению предсвященнейшего сафрония епископа кинельского и безинчукского по бокам памятника есть такие вот доски на одной написано в благословение и молитвенное заступление градус ему и на второй как обращение к преподобию отче сергия моли бога о нас не могу не упомянуть находящиеся на территории парка сохранившиеся две сторожки вот одна из них и с другой стороны памятника сергию радонежскому вторая кстати с этими двумя сторожками есть даже городские легенды о том что через эти сторожки можно было зайти в глубокое подземелье с множеством переходов но теперь мы на минуту зайдем и снимем храм изнутри там комментировать съемку не буду просто покажу как расписали внутри храм сызранские мастера вот поднимаемся центральному входу здесь есть мемориальная доска на которой указано что это объект культурного наследия памятник архитектуры архитектора вернера и заходим вовнутрь здесь я свои комментарии прекращу вот так выглядит изнутри а а и 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 но после съемки прекрасного внутреннего убранства закончу сегодняшнее видео подписывайтесь наш канал надеюсь вам было интересно всем пока